всем приветик ребятки доброе утро всем я встала сейчас 8 36 я умылась выпила уже одну кружку цикория вместо кофе вообще кофе я по утрам не пью вместо завтрака потому что иначе будет жесткий понос почему мне собственно говоря нельзя кофе потому что вчера ой позавчера выходные воскресенье мне делали чистку зубов но тут не видно конечно но они теперь у меня очень белые и у меня была первый день белая диета то есть нельзя ничего красящего такого что может остаться в трещинах зубах и вообще ну как-то короче проникнуть зубы и покрасить их а потом ну и кофе естественно нельзя я без кофе ну блин это вообще жесть на депрессия без кофе цикорий он по вкусу как кофе и типа с молоком и он даже не красит зубы вроде как поэтому я его пью их добавила еще таблетки степи туда я еще не завтракала сегодня я щас сделала уже домашку по русскому языку в такой тетрадочке красивой у меня все тетрадочки такие эстетичные очень то что я люблю эстетику блин жалко что я свой smr канал забросила но у меня нет времени сейчас его реально снимать тем более там актива нет под пять лайков там все про меня уже на меня забили я еще когда-то микрофон покупала он до сих пор у меня в коробке лежит но мы вот так и не смогли подключить видимо уже не будем будем как-то его сдавать или продавать куда-то ну потому что не не пошло у меня smr видео хотя целый год этим занималась сейчас у меня в приоритете снимать влоги для вас хотя тоже уже актив падает непонятно из-за чего может из-за блокировки ютуба начал падать актив и еще в приоритете второй канал там где я выкладываю свои рисовательные спид-пейнты свои арты также я завела кучу соц сетей но они у меня раньше были просто я почему-то их не раскручивала не не прикрепляла ссылки в профиле на ютубе на другие соц сети сейчас я это сделала после того как вот эта вся ситуация с ютубом происходит произошла вы можете вот перейти в мой профиль и увидеть там ссылочки на мой вк на мой пинтерест на мой инстаграм на мой би ханс и что еще у меня там телеграм да вот на это все вы можете переходить также у меня есть второй канал я не знаю я надеюсь я прикреплю его тоже в описании под видео там где спид-пейнты и просто разговорные видео с фоном на которыми тут что-то рисункаю сейчас я буду английский делать но мне надо слова повторить которые у меня тут просто как я учу английский я записываю на листочке слова и повторяю их когда вообще время есть просто завал этих листочков я периодически их повторяю и если прям много накапливается уже то я выкидываю что-то но с чем хранить то целую кучу какие-то слова запоминают какие-то нет вот еще хочу поделиться с вами с вами покупочками выходные купила себе новые ножницы огромные такие потому что у меня тут значит из ножниц столько есть блин я не могу найти ножницы свои наверное уже выкинул кто-то в общем были старые ножницы такие синие которые мне лет семи наверное тут стояли они уже все в скотче все липкие и это не оттереть никак и мы вообще плохо режется ну вот такие парикмахерские ножницы мне мама дала а вот и пришлось купить эти чтобы нормальные хоть ножницы были также вот резачок потому что тот резачок который ну точно такого же размера был он сломался то есть он перестал как-то выдвигаться нормально и фиксироваться резачок мне нужен там для бумаги для карандашей раньше постоянно карандаши затачивала у меня лежит большая сумочка у меня лежит куча карандашей просто куча их штук сто они все заточены я ими не пользуюсь абсолютно потому что после того как у меня появился этот шикарный инструмент как механический карандаш мне 07 размер со стержнем то я перестала пользоваться обычными карандашами просто и точно так же у меня кстати с ручкой раньше я пользовалась постоянно линерами вот у меня тут также вы можете видеть пакетики из передвижника я сам люблю покупать все вот линеры тут их тоже дофига просто но они уже все подсыхают раньше казалось что ну вот где-то два года назад я покупала линеры себе на день рождения кучу линеров покупала себе чтобы прям запастись и мне знаете хватило этих линеров на года два они прямо очень хорошо писали а потом они вот начали уже плохо писать и мне пришлось новые покупать а новые мне прослужили ну максимум два месяца и потом приходилось каждый раз покупать новые и и вот они меня задолбали я купила себе перьевую ручку она шикарная я обожаю тоже пишу ей и меняю стержни просто и все предпочитаю черные у меня есть еще красные и синие так что можно даже не заморачиваться теперь но вот у меня до этой ручки точно такая же была белого цвета это мне на день рождения подарили ровно год назад и ровно через год она просто перестала работать вот не понятно что случилось как она может перестать работать если не знаю что произошло в общем чернила перестали поступать к ней почему-то когда находились внутри нее вот тут можно откручивать и поставлять чернила вот такая кисечка да и все сидит тут точнее лежит мой цикорий сейчас я вам покажу полочку это мы недавно поставили перестановочка небольшая это у меня под тетради мои под скетчбуки вот тут у меня лежат все мои изрисованные скетчбуки старые не старые вот этот самый последний обзор на него можете посмотреть на моем втором канале ссылочка в описании как обычно ну тут у меня какая-то палитра старая я красками сто лет не рисовала листочки просто я вырвала из тетрадей которые не до конца исписаны потому что раньше была у меня такая привычка что я могу начать тетрадь и не закончить до конца и в итоге оставалась куча листов которые можно еще использовать здесь у меня лежат тетради выходные также я купила себе прикупила несколько блокнотиков потому что они очень красивые и я не могла сдержаться такие миленькие может брать с собой куда-нибудь хотя вот я если честно даже не подумала что я буду туда записывать но они настолько милашные что что это такое посмотрите просто в клеточку там еще третий блокнот вот у меня лежит в рюкзаке он тоже маленький очень вот как фиолетовый и там он такого цвета молочного там написаны разные виды кофе очень тоже миленький эстетичный вот этот вот я обожаю блокнотики и скетчбуки от бисмарт у меня еще скетчбуков дофига в этих в комодах лежит у меня коллекция мне я в принципе вообще не могу не покупать ближайшие лет 10 тетради и скетчбуков точно даже больше но когда я вижу что-то красивое то мне хочется купить а это уже ребятки тетради которые я забирала у нашей знакомой подруги у нее остались от ее дочки тетради которые ей уже не нужны потому что она взрослая а не учится вот история я взяла только самые прикольные красивые и там еще были повторки их я не стала брать вот эта девочка анимешина я такого еще не видела литература там были такие ну достаточно интересные тетрадочки но я не думаю что прям современные такие потому что дочка училась ну лет может 6 назад в школе когда были другие модные тетрадки всякие но это прикольное самое да и сегодня немного странный жирафик такие пыльнички давайте я обратно сложу и тут у нас русский язык вот такие вот цветочки или ягодки но все больше и они белые и пушистые париж тут много парижа какие-то пломики красивые подсветка красивая биг сити статуя свободы у нас в нью-йорке да у меня с географией плохо и со всем этим вот вот такие вот две тетрадочки а нет даже три из одной категории вот апельсинчик яблочко и лимончик а это как раз краска тетрадь там были еще такие похожие тетради но я взяла только одну вот с волком это у нас что-то какой-то музей и париж опять на этом все ребят вот такой вот творог себе сделала со сметаной с ложкой меда и голубика вот буду кушать у меня сейчас урок еще начнется и мятный чай такой он очень вкусный кстати у меня ребят закончилась математика я съела свой творог со сметаной и голубик я ее предварительно перед этим рассыпала когда доставала из холодильника эту голубику но я помыла горячей водой с содой я думаю все нормально я не сдохну и я заказала себе пиццу из дода пицца папирони среднюю с сырными бортиками я люблю такое все сырное прям и молочный коктейль сорио кажется у меня начинаются эти дни но поэтому хочется чего-то такого да ну я сегодня хотела может быть выйти за кофе может нет но наверное если я это сейчас все съем то я уже никуда не пойду и останусь дома сейчас кстати солнце выглянуло и прямо нам греет мое лицо когда я подставляю вот ой блин я же могу обгореть на нем без солнечного крема ой без крема от солнца а так вот сейчас такой мужик крутой буду досматривать фильм на английском stranger things потому что это задание по английскому господи почему я такая почему я такая страшная или эта камера меня так искажает да это мои патчи от прыщей я себе брови когда выщипывала видимо какая-то грязь попала и там два прыща таких больших выскочило прям возле бровей я не знаю я похожа на какого-то какое-то яйцо что со мной вот мое тело сейчас это я после еды ну какая-то я немножечко отекшая да как будто бы перед вот этими днями такое может случаться вот и вообще я бы хотела хотела бы скинуть ну килограмм так 4 я сейчас вешу 52 53 но это отек естественно идеальный вес в котором ну мне прям я шикарно выгляжу это 49 48 килограмм я так весила примерно год может может ну несколько месяцев это было когда я правильно питалась когда я ела вот прям ровно у меня была дисциплина два раза в день сейчас все изменилось я переехала и переехала я в город где на каждом шагу просто кафешки булочки можно заказать себе домой всякое вкусненькое поэтому ну невозможно просто сейчас такую дисциплину мне составить когда я буду есть два раза в день в начале у меня так получалось когда мы только переехали а потом все пошло поехало просто я сейчас ем как получится вот могу три раза в день поесть могу еще больше могу четыре ну это максимальное количество раз но я стараюсь все равно есть два раза в день и это в принципе выходит потому что у меня не так много времени ну и не хочется тратить целый день на то чтобы есть но вечером часто бывает что хочется чего-то вредного съесть и вот бывает заказываю там себе пироженки из Кусвилл может быть иногда или вот пиццу но я сейчас с утра поем ее и больше ничего не буду есть думаю сегодня вот насчет кофе не знаю пойду я сегодня или нету надо отучаться от этой привычки когда ты идешь гулять постоянно брать кофе во-первых ты разоряешься во-вторых ну надо же просто гулять без кофе а я в последнее время просто выхожу зная что я возьму кофе ну еще конечно я люблю сидеть в кафешках и читать книжку допустим я летом так делала когда было тепло у меня было больше свободного времени я приходила и могла просидеть часик там часа два с кофе с какао с чем-нибудь и почитать книжку сейчас у меня вообще нету почти времени чтобы читать что-то что я хочу в основном по школьной программе приходится читать ну хочу сейчас ну помыть холодильник ну полки потому что просто трэш там ну все разлито я вам показывать не буду но может быть если я это смогу убрать я вам это покажу вот мне привезли пиццу и этот молочный коктейль кстати он красиво выглядит сверху тут орео видимо ну потому что я заказала молочный коктейль с орео еще вот такая трубочка у меня эстетика кстати красивая такая упаковочка иллюстрация девочка с котиком я буду сейчас пить это и есть пойти под кровью оооо какая шикарная только что ее тут помотало слегка вот тут такие сырные бортики класс дорогие друзья сейчас я хочу вам представить свой вымытый холодильник открываем тадам вот я абсолютно все полки помыла почистила потому что там были крошки всякой еды просто какие-то разводы в общем некрасиво а сейчас прям идеально я тут все расставила прям красивый белый холодильник как новый я сейчас заканчиваю делать домашку по своему курсу только начала можно сказать и потом я планирую пойти на улицу гулять потому что там сегодня потеплело чуть-чуть ну и солнечно пока вечер совсем прям не наступил поздний хочу выйти погулять может кофе себе возьму где-нибудь у меня прям глаза разбегаются по поводу того где мне взять кофе я каждый раз перед выходом на улицу такая думаю куда же мне пойти в какую кофейню чтобы взять кофе сейчас мы делаем такой проект с персонажами мы будем рисовать серию иллюстраций с персонажем сейчас я вам покажу что я тут наскетчила уже сейчас я даже вам могу прочитать бриф тут есть я выбрала бриф для рекламы товара бренда сумок elegant элегант может быть я в интернете поискала но особо не нашла сумки от этого бренда не знаю что это такое вообще вот тут написано проблема с которой сталкивается клиент покупателям кажется что в сумочку ничего не влезет она маленькая нужно показать что это не так в увлекательной форме вот тут всякие вопросы которые каждый каждый студент сам для себя решает какой пол возраст у героев там какой город будет какая интонация в истории так главный персонаж дама второстепенные персонажи супергерой и преступник кадр номер один вступление нападение преступника на даму возможно его видит супергерой кадр номер два завязка супергерой спешит на помощь даме кадр номер три преодоление трудностей супергерой вступает в схватку с преступником кадр номер четыре кульминация дама огревает преступника маленькой сумочкой кадр номер пять развязка из маленькой сумочки вываивается огромная куча вещей в том числе тяжелые гири гантели слоган легенд больше чем кажется кадр номер шесть концовка преступника супергерой помогает даме собрать вещи обратно в сумочку мне показалась эта история такой интересной и необычной поэтому я решила взять у меня сразу же идея появилась как я могла бы это изобразить в нескольких кадрах как я вам обещала показать скетчи вот я наскетчила это сейчас подождите я камеру переверну чтобы лучше видно значит вот это у меня будет преступник ну я его шок надо в фаз нарисовать его в профиль и в анфас вроде как то так это у меня какой то бэтмен получился ну супергерой у меня первое что мне пришло на ум это бэтмен потом вот такая вот девушка у нас ну это я тут придумывала как она будет выглядеть и вот что тут написано сейчас покажу вот я бэтмена тут начала скетчить до скетчу а это вот девушку эту я вот так вот нарисовала в нескольких позах чтобы показать и потом надо будет еще на вот этой же линейке выстроить персонажей по росту чтобы понять кто выше кто ниже кого я сейчас планирую собраться на прогулочку уже сейчас вот 16.00 будет сейчас я поратру свои очки и пойду одеваться такие очки крутые у меня ну все я готова можно сказать мне осталось только ботинки надеть и мой плач или бомбер не знаю там вообще написано что плюс 18 градусов это днем было а сейчас вечер уже так что уже похолодало я думаю все я готова ребятки вот ручок взяла блин у меня 22% на телефоне надеюсь он не разрядится на мои прогулки пока гуляю все выходим все выходим я вернулась домой я очень круто погуляла я купила себе кофе правда раф с этим с имбирем я думала он будет по вкусу как имбирные печеньки я не знаю почему я так и думала в итоге он оказался очень острый достаточно у меня прям в горы острота это была но потом девочки мне один челик из моего телеграм-канала видимо мой поклонник я не знаю прислал мне 500 рублей на какую-нибудь вкусняшку пироженку может быть вот по-моему это тот же самый чел который мне прислал когда-то еще ну мне недавно я помню тоже кто-то прислал донатик просто так и в общем я пошла купила себе творожную какую-то печеньку что-то такое ну есть уже не особо хотелось мне но я обещала снять вот поэтому я сняла эту печеньку тоже я ее тоже поела вкусненькая в принципе она с творогом сейчас 19 уже 00 ну уже чуть больше не обращайте внимание что так странно время говорю я так привыкла я не очень понимаю время когда говорят 7 часов 8 часов ну примерно понимаю да 8 часов это получается 20 00 а нет 19 короче запуталась пофиг классно очень погуляла прямо до темноты зашла в озон еще забрала свою умывалку которую мне косметолог или дерматолог который кожей занимается в общем недавно ходила вот спрашивала про свою кожу что могут мне посоветовать у меня есть какие-то прыщики небольшие ну вот на лбу там ладно вам не видно у меня тут еще пластыри наклеены у меня т-зона в основном жирная такая и с прыщами ну на носу в основном у меня прям поры часто забиваются в них грязь и под крыльями носа тоже вот это моя проблемная зона это нос и лоб чуть-чуть поэтому забрала умывалку буду пробовать надеюсь подождите это не умывалка это маска какая-то я забыла что это это мама заказала буду сегодня пробовать мыть лицо еще я попробовала пузырьчатую маску это очень смешно я фотографии выкладывала в самом телеграм канале можете посмотреть это просто умором и я сейчас буду монтировать свое короткое видео что им за день за сегодняшний в шортс потому что я уже не выкладывала видео 4 дня по-моему поэтому надо это исправлять я еще успею еще будет мне почитать книжку потому что я постоянно не успеваю это сделать потому что днем я делаю какие-то дела а вечером хочется погулять прям подольше и знаете я еще люблю гулять так чтоб ну я вообще не слушаю музыку когда гуляю мне это не прям интересно мне нравится наблюдать за людьми что они делают что говорят и я много чего интересного вижу за день поэтому мне нравится именно наблюдать за окружающей средой но я вижу как остальные люди просто когда гуляют или качаются на качели они слушают музыку все в наушники наушники себе в уши повтыкали как бананы и все все девочки я пойду раздеваться мама мне сказала что у нее осталось вафли ее какая-то решила тоже съесть у меня сегодня день обжорства но это кстати тоже хорошо даже при похудении когда у вас какой-то эффект плато как он как он называется вроде так когда вес стоит у вас не падает не поднимается просто один и тот же то если прям много поесть в один день а на следующий день продолжить питаться ну на дефиците калорий то у вас вес начнет меняться ну то есть падать ну и набираться я не знаю как у вас смотря сколько вы едите мне будут сказать что я хочу похудеть но сейчас у меня месячные месячные сложно этим заниматься и у тебя все равно хоть что ну хоть что делая у тебя будут отеки поэтому вес будет больше чем обычно по вкусу оптываю в ней кофе Субтитры сделал DimaTorzok